Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре серия речников, речных фидеров от компании Zemax. Называется River Super Feeder. Многие писали, просили у меня снять обзор, высказать свое мнение о них, потому что действительно речных серий фидеров не так много. Я, честно говоря, целенаправленно у каких-то производителей не знаю такого, что кто-то делал целую серию под речники, и именно они получались под речники. То есть то, что позиционирует производитель, это не всегда факт того, что в реальности они себя представляют. Ну, давайте вот на примере, наверное, 12-150 расскажу свои впечатления по катушкодержателю. Очень удобный. Как вот я до этого в предыдущем видео говорил, что у некоторых вызывает нарекания слишком маленький вот этот форогриб. Он крошечный. То есть когда рука большая у человека, не всегда это удобно. Но у меня рука средняя, мне удобно. Но здесь важен и второй момент, да, это надежность. Он надежен. Проблем с ним никогда никто не испытывал. Во всяком случае, я исходя из чего это говорю, да, никогда никто из тех, кто приходил в наш сервис-центр. Ну, как вы знаете, наш сервис-центр уже, наверное, лет 25. И вот эти держаки, они, конечно, им не 25 лет, но за последние годы, которые их ставят на корейские фидера, да, вот, на китайский производитель, они достаточно надежны. Вклейка в гильзу качественная. Дырок здесь нет. Вода попадать не будет. Грязь тоже. Разбухать там ничего не будет. Давайте, наверное, раз по катушке-держателю, сразу я поставлю вот такую, сколько у нас тут, 6000-ник. Катушка мощная, карповая, карпро. И посмотрим, влезет ли она в держатель. Ну, вот, без проблем. Помните, да, я говорил о некоторых моделях флагмана, в которых не входят катушки все, которые, 5000-ники даже некоторых производителей. Ну, вот здесь, видите, в Zemaxe с этим все в порядке, 6000-ник, спокойно заходит, мощная силовая катушка. Никаких проблем нет. Даже есть еще запаси, как по длине хода резьбы, да, так и по высоте подъема входящих лапок, куда лапка катушки сама заходит, да. Некоторые просят измерить диаметры. Ну, давайте измерим длинный диаметр. Ну, здесь кольцо 30-е у всех. Меряем бланк. Толщину бланка у меня получилось 13. Меряем, ну, наверное, вот в месте хвата рукоять. Получается 23. Ну, и, соответственно, померяем длину ручки до, ну, давайте до нижней лапки катушки-держателя. У нас получилось 50. Ну, 40, 49, 49 даже, 49,5. Кольцо противозахлестное. Вершинки посадочный диаметр и их толщина очень удобные для реки. 3,5 миллиметров они идут. Под них кому, ну, как-то ловит на стоячем водоеме того же карпа, и где нужно забросить тяжелые закормочные кормушки, поэтому тест фидера должен быть большим, а вершинка теста невысокого, да, там единичка, допустим, одна унция, то без проблем в мультифиш вы можете подкупить под эти фидера любые вершинки. Они есть в наличии, они подходят. Естественно, все замечательно. Бланк приятно отлачен, дизайн не броский, ну, лично вот для меня так, мне это нравится. По рукояти, здесь у нас в пленке, а вот здесь вот такой фидерочек нам, это мой тестовый фидерочек, я его откопал, когда еще серия выходила, я им ловил. Ну, в принципе, потом еще были несколько, я их уже проздавал, все поподарил кому-то. Значит, здесь эва тоже плотная, здесь такая красивенькая под хром сделана гаечка. Пробка, в отличие от Z10, если вы помните, да, я в обзор, кто не видел, посмотрите, вот там мне не понравилась пробка, которая отслаивается, уже такие каверны на ней. То здесь с пробкой все хорошо, видно класс повыше, и по ощущениям здесь она будет служить действительно долго. По лаку, да, то же самое, никаких проблем, никаких нареканий, все так, как надо, то есть ничего лишнего, что поднимет цену, это я как производитель и разработчик вам уже говорю, и все-все-все, и ничего, никаких косяков тоже нету, что вот что-то явно было омалостым и так далее. Так, по, значит, модельки с 12-150 мы померили, давайте померим тогда следующую, это у нас получается 13-160, меряем диаметр, вот здесь мы мерили, да, бланка, у нас получается 13,8, рукоять вместе хвата 23, по длине рукоять до нижней гайки, до нижней лапки катушки-держатели 51, ну что еще померить, наверное, расстояние до кольца некоторые просят померить, да, до нижнего входящего, ну вот смотрим от центра катушки-держателя 58, у предыдущей модели 50, 50, 55, 55, 56, Следующая 13-180, меряем ее, бланк 14, диаметр рукояти 23 тоже, длина ручки 52, до кольца от центра катушки-держателя 60, Повторюсь, колечки у всех, нижние вот эти колечки, у них у всех 30, 3 см, 30 мм, значит, диаметр бланка 14 до 200, у нас 14, рукоять 23, расстояние 58, от кольца до центра катушка-держателя, от нижней лапки катушка-держателя до конца ручки 55,5, и последний мощный парень 14, 260, бланк практически 15, рукоять 23, расстояние от кольца до центра катушка-держателя 57, от нижней лапки до конца ручки 57, перемеряем еще раз, да, ну, 56, я бы сказал, вот здесь, от нижнего кольца до центра катушка-держателя 56, длина рукояти 57. Ну вот, в двух словах так, подробности, характеристики, кто не запомнил и хочет поподробнее посмотреть, почитать сайт Multifish, мы продаем официальные товары Zemax, являемся официальными представителями Zemax в России, так что в наличии ривера есть, мы их проверяем перед тем, как отдать у нас на склад, когда они поступают, у нас ребята чемпионы мира, Илья Калачев и продавцы, менеджеры-продавцы, кто понимает, где смотреть, как смотреть, поэтому если врачок какой-то где-то бывает, мы его тут же отсеиваем, поэтому вам бояться не стоит, фидера все проверены, отправляем бесплатно в регионы по программе лояльности, магазина Multifish, подробности по программе лояльности читайте на сайте, обязательно не забудьте подписываться на соцсети, обязательно, это YouTube, это ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram, только в этом случае вы сможете получить бесплатно две запчасти в год, в период проведения акции, вот скоро такая акция уже будет, поэтому обязательно не просто смотрите ролик, а обязательно подписывайтесь. Давайте теперь разложим фидерочки, потрясем их хотя бы, понагружаем в магазине, а дальше будет выезд на воду. Итак, господа, давайте понагружаем их, насколько это реально, значит 12-150 у меня в руках, сразу по ощущению, да, легкий, приятный очень бланк, то есть нет ощущения, что это вообще речник, строй прогрессив, вот видите, да, с ростом нагрузки, я вот сильно тяну вверх, начинает прорабатываться уже дальше бланк, но упругость сохраняется в комлевой части, в нижней трети, то есть, значит, запасик есть небольшой, ну, может быть, и даже чуть-чуть больше, чем небольшой, я все к тому, к чему, да, к тому, что действительно фидер будет бросать хорошо, за счет диаметра большого 3,5 мм вершинки, ну и, соответственно, второго колена и так далее, да, то течение он держать тоже будет, но я это не просто сейчас говорю вам, да, без обоснования, а я ими ловил, и, в общем-то, даже когда они только выходили, ну вот, просто тогда обзора еще не снимал, значит, следующий у нас 13-160, ну, смотрите, построю то же самое, только более мощный фидерочек, тоже, хоть и 390-й, очень приятно лежит у меня в руках, бланк тонкий, действительно, он не ощущается, что он речник, хотя на потрях там, да, и так далее, очень приятный фидер, то есть, вот, мое мнение, хоть я критикую массу, да, и говорю, как есть в своей позиции, например, вот сейчас вот тот же флагман Inspiration, который я готовлю к обзору, то есть, там будет критики много, потому что эти фидера для меня, они неоднозначные, да, но вот по риверам, я могу сказать, действительно, серия очень удачная, очень приятная, и действительно речная, и я бы даже сказал, тире универсальная, значит, 13180 у меня в руках, вот такая нагрузка мы ей даем, я вот сейчас вот, не знаю, практически вешу на нем за камерой, прогиб приятный, что, да, радует то, что, несмотря на то, что это речники, а многие речники делают колами, как вы знаете, которые совершенно не отрабатывают, да, не отрабатывают рывки рыбы, то здесь действительно мы можем надеяться, и объективно надеяться, он это будет делать, что рывки рыбы он действительно будет отрабатывать, ну, конечно, не мелочи, но на течении, с учетом веса кормушки, да, и так далее, но он будет отрабатывать, то есть, лучше, скажем так, я вот не вижу, честно говоря, чтобы лучше что-то сделать, фидер речной с направленностью для приловли на реке, что-то так, чтобы он еще отрабатывал рывки рыбы, хорошо бросал, то есть, ну, для меня, я считаю, что это вот отличный вариант просто, 14200 у меня в руках, ну, вот смотрите, ну, вот такой вот бланк вот здесь, вот, насчет броска, да, будет загружаться, он чуть побыстрее, там, средне-быстрый строй такой уже, да, прогрессивно, ближе к средне-быстрому, ну, то же самое, по ощущениям, его можно чуть-чуть прогрузить, даже побольше, но, не знаю, выхлесты большие не надо ими делать, то есть, если вы с плеча будете разгонять, то дистанция, вот, на 390 и далее, да, там, за 100 метров, ну, естественно, можете сбросить спокойно, естественно, применяя правильные лески, кормушки и так далее. Так, значит, 14 футов 260 грамм у нас в руках, ну, смотрите, мощный, мощный фидерочек, вот, единственное, о нем, когда я его брал на АКУ, насколько я помню, я забрасывал там под 120, что ли, метров им, и мне не очень понравилось, как он держал 150-граммовую кормушку, то есть, слишком, ну, сильно загибало старое коляно, но это вот единственное, и то, если там высосано из пальца, что называется, да, какой-то там минус, вот, именно этой модельки, но, опять же, все, что предыдущее, никаких вопросов не вызывает, отличная речная серия, советую к покупке однозначно, однозначно, единственное, что немножко одеяло на себя перетяну, да, и скажу, что поломки могут случаться у всех, кто-то дверью машины прижал, кто-то наступил случайно, когда там лечь у него трепухался в поисках, поймать его на берегу, да, и так далее, то есть, поломки бывают у всех, Zemax запчастей не возит, да, второе колено там и так далее, вершиночки только у них есть, ну, вот, скажем так, у нас есть определенные фидера, которые мы можем разобрать и отдать вам запчасти в рамках программы «Лояльность», если вы у нас будете покупать, вот, ждите проведения акции, и вы сможете получить бесплатно абсолютно до двух запчастей в год на фидера, не только Zemax, но и флагмансы, баниев и так далее, ну, практически 95% продукции, которую вы видите в магазине «Мультифиш». Ну вот, господа, мы понагружали бланки, какое-то впечатление, я думаю, у вас уже сформировалось об этих фидерах, конечно, все рассудит вода, обязательно подписывайтесь на соцсети, обязательно для меня, от вас это большое спасибо за мои ролики, и, пожалуйста, пишите в комментариях, что еще снять, какой обзор сделать. Со своей стороны я обещаю полную честность и беспристрастность. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok